По инициативе Законодательного собрания края во всех районах Кубани проходят форумы местного самоуправления. 31 июля такой форум «Местное самоуправление. Курс на созидание» состоялся в Славянском районе. Эти слова не случайно стали девизом форума. Как отметил глава района Роман Сенеговский, главное в совместной работе власти, жителей и общественности – это созидательная деятельность, направленная на развитие территории района, на создание благоприятных условий проживания для всех славянцев. «Наша с вами основная задача – это созидание, это строительство, благоустройство, решение ряда задач, которые перед нами с вами стоят. Но основная наша с вами задача – это создание благоприятных, комфортных условий для проживания всех жителей, взаимодействия всех уровней власти – региональной, федеральной, местной, поселенческой, районной власти – для того, чтобы решать те задачи, которые перед нами ставит руководство, перед нами с вами ставит население, жители. Ну и мы тоже понимаем, что это нужно все делать». В зале присутствовали представители 84 территориальных общественных самоуправлений из поселений Славянского района – главы, депутаты и специалисты общественно-социальных центров. В работе форума принял участие заместитель председателя ЗСК Виктор Чернявский. «Поздравляю вас с началом работы форума. Эта хорошая традиция родилась на примере опыта Абинского района, где побывал Владимир Андреевич пару лет назад, и он увидел, что это та площадка, где люди не только обмениваются опытом, но подпитываются той энергией, которая помогает творить, созидать, делать свои хутора, станицы, города лучше». Перед участниками выступил Николай Безуглы, который более 10 лет был главой Прикубанского сельского поселения. Он рассказал о сформированной системе взаимодействия администрации поселения и жителей в решении вопросов благоустройства – ремонт дорог, тротуаров, газификации улиц, установке малых архитектурных форм. Также опытом работы поделилась председатель ТОС-3 из станицы Анастасиевской Наталья Закочуина. На её ТОСе общими усилиями власти и жителей были отремонтированы дороги в гравийном исполнении. «При решении вопросов о благоустройстве территории учитывается предложение интереса граждан. Многолетний опыт подсказывает, что подсыпка дороги щебнем в объёме 1200 кубомических метров – это результат совместной работы с администрацией и жителями квартала. Так как подсыпка осуществляется непосредственно с прямым участием населения, администрация поселения осуществляет приобретение материала, а силами жителей – доставка щебня на дороги и улицы». Главный архитектор района Алексей Андрусенко проинформировал участников форума о правилах благоустройства, землепользования и застройки, действующих на территории поселений. В завершении форума Роман Сенеговский вручил награды победителям конкурса «Деятельность администрации поселений и органов территориального общественного самоуправления в вопросах благоустройства». Были отмечены победители в соревновании на лучшую благоустроенную территорию в номинациях – лучшая дворовая территория многоквартирного дома, лучшее частное домовладение, лучший объект благоустройства поселения, лучший ландшафтный уголок в Куренях. Подводя итоги форума, Роман Сенеговский отметил, между общественниками и властью всегда должен быть живой диалог. Поэтому ТОСы должны активно выступать с предложениями и инициативами на местном уровне, участвовать в работе исполнительной и представительной власти. В свою очередь, власти и в дальнейшем будут поощрять активных неравнодушных ТОСовцев – тех, кто старается всегда содержать в порядке придомовые территории, кто трудится, создавая своими руками красивое озеленение и малые архитектурные формы, кто понимает, что благоприятные условия проживания в районе – это совместное дело власти и жителей. Участники форума решили продолжить практику ежегодного проведения территориального общественного самоуправления. Второй форум ТОСов решено провести в будущем году в станице Анастасиевской.